Выставка World Food 2022 продолжается. Рядом со мной еще один ее участник Роман Василенко. Он представляет компанию Flores. Роман, здравствуйте. Расскажите о вашей продукции. Добрый день. Мы производим травяные чаи. У нас на основе натуральных крымских ингредиентов, крымские растения, травы, ягоды, либо цветы. Наша компания взяла свое начало еще в далеком 1998 году. По сути, по сей день это семейный бизнес, который продолжает традиции начала. Основал компанию отец нашего нынешнего директора. По специальности он врач-физиолог. Изначально занимался тем, что изучал влияние различных трав, растений, ягод и цветов на воздействие на человеческий организм. И начинал с того, что перерабатывал различные травы, которые произрастали в разных регионах экологически чистых. И поставлял их в фармакологические компании. С 2012 года мы перешли уже на более широкий продуктовый рынок. Запустили FMCG линейку для широкой массы потребителя. На сегодняшний день у нас в ассортименте есть пакетированные чаи. Есть чаи для заваривания в чайнике с удобной порционной фасовкой. Также представлены монотравы в баночках прозрачных. Мы запустили линию розлива холодного чая. Это тоже натуральный чай, который заваривается в больших химкостях, разливается горячим, закупоривается. То есть там нет пищевых добавок, нет консервантов, нет красителей, усилителей запаха и так далее. Вы упомянули травы Крыма. Я так понимаю, основное сырье это Крым? Более половины сырья у нас является крымским. У нас есть свои плантации. Мы выращиваем лаванду, мы выращиваем ромашку, мы выращиваем специальный сорт мяты, который когда-то около 10 лет назад завезли из Канады, культивировали. И на наших крымских плантациях у наших заготовителей это все произрастает. Некоторое сырье, которое мы используем, естественно, мы закупаем в России. В основном это южные округа, экологически чистые районы. К сожалению, не все растения, которые мы можем использовать, можно вырастить в Крыму. Вы сказали, что все началось как семейный бизнес. Насколько просто, может быть, в цифрах, насколько это разрослось? Каковы сейчас объемы и насколько широко это представлено в России, а может быть, даже за рубежом? Объемы на сегодняшний день, если мы говорим про годовые продажи, это порядка 100-120 миллионов рублей в год. Представлены мы как в больших федеральных сетях, таких как «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток», в том числе в торговых марках собственных, которые выпускают в сети. Мы сотрудничаем с компанией «Вкусвилл». Также мы немножко представлены на зарубежном рынке. Пока в основном это Казахстан и Беларусь, но это как отдельное направление, над которым мы работаем. Несмотря на то, что это остается таким семейным делом, мы все очень сильно болеем за качество продукции, и у нас производство собственное. То есть, начиная от переработки и измельчения сырья, заканчивая вот такой готовой упаковкой, все происходит у нас на площадке под одной крышей. Грубо говоря, в течение одной рабочей смены. Здорово. Вы уже назвали меня в качестве партнеров представителей крупных федеральных сетей. Что на выставке делаете? На самом деле в этом году мы не принимаем участие, к сожалению. Мы сейчас больше как гости исследуем рынок, с удовольствием посещаем мероприятия, которые проводят партнеры выставки. Делимся опытом с коллегами, встречаемся. Больше такой познавательный формат. Это здорово, очень здорово, что вы продолжаете развиваться. Я вам желаю успехов в этом развитии. Уверен, что все будет хорошо. Спасибо вам огромное. Всего доброго.